Сегодня 11 февраля. Продолжаем листать календарь. 11 февраля 1720 года плотник Ефим Никонов по приказу Петра I приступил к строительству им же придуманного потаенного судна, этакого прототипа первой русской подводной лодки. Модель с успехом прошла испытания, а спустя пять лет построили уже настоящую подлодку. Но, увы, после смерти Петра про изобретение русского самородка Никонова забыли. В морозные дни, когда так хотелось согреться, на улицах Самары появлялись сбитинщики. Торговцы горячим сбитнем. Напитка с корицей, гвоздикой и лимоном. Сбитинщиков в Самаре уважали и любили. Каждого торговца знали в лицо и величали по имени. Да и выглядели они весьма колоритно. В одной руке у торговца был самовар с горячим сбитнем, а в другой мешочек с углем. Каждый сбитинщик имел свой рецепт напитка. Его передавали из поколения в поколение. 11 февраля 1875 года. На пост самарского городского главы был избран Ефим Кожевников. Ефим Тимофеевич руководил делегацией, вручившей в 1877 году самарское знамя болгарским ополченцам. Он уделял много внимания развитию просвещения культуры в городе. При нем в Самаре были открыты два основных училища – железнодорожное и реальное. 11 февраля 1941 года. В Чапаевске открылся новый городской театр. Храм искусства получился просторным. Он мог вместить около 600 зрителей. В фасад здания украсили скульптурные фигуры и открытые террасы. 11 февраля 1975 года. В Кировском районе Куйбышево приступил к работе первый в городе специализированный автоцентр – техобслуживание, ремонт и продажа автомобилей ВАЗ. Под одной крышей разместились участки гарантийного и технического обслуживания, малого и среднего ремонта, а также участок восстановления автомашин после аварии. 187 лет назад родился самарский купец Егор Анаев. На его средства и при его непосредственном участии в Самаре были построены кумы с лечебницей Анаевской дачи и кирха на Дворянской. 11 февраля родился Геннадий Черкасов – концертмейстер оркестра Самарского академического театра оперы и балета. И в этот же день поздравление с днем рождения принимает Вячеслав Николаевич Подобулин, глава муниципального района Сызранский. Суперзвезда советского кино «Любовь Орлова» была настоящей иконой для миллионов зрителей. Знаменитая актриса родилась 11 февраля в 1902-м. Дизайнер Мэри Куант, подарившая миру мини-юбки, сумки, рюкзаки, колготки и туфли на платформе, появилась на свет тоже 11 февраля. Именины сегодня отмечают Герасим, Игнатий, Лаврентий, Лука, Роман, Юлиан и Яков. Как известно, у «Февраля-2» друга Метельда в юга. Сегодняшний день переменчив. То январем протянет, то мартом проглянет. Вы смотрели «Календарь губернии». Хорошего дня и до завтра.